Всем привет любители АФК-Арена, с вами Ёрн и сегодня на тестовом сервике запустили события утраченной сегивы. Кто-то скажет новое, а кто-то скажет уже бывалое. Да, событие было, и вы правы, и его запускали несколько раз. Я думаю, что его запустят или на этой неделе, или на следующей, ожидаем. Но был однажды такой казус, что данные события на тестовом сервере запустили, а у нас нет. Почему? История умалчивает. И если такое произойдет, будьте к этому готовы, и все претензии куда? К разработчикам в техподдержку. Утраченные сегивы по традиции идут 9 дней, но фармить мы будем полноценно 7. Но вы должны сразу определиться, проанализировав ваш аккаунт, какую награду вы возьмете. О наградах мы поговорим чуть позже. Потому что на каждую награду нужны определенные сегивы. В итоге вы будете в течение 7 дней заходить в игру и каждый день получать по 6 попыток. Если победили, попытка засчитывается. Если проиграли, она не сгорает. Но это не означает, что надо постоянно проигрывать. Но сила противников будет складываться из силы вашего аккаунта. Но бывает так, что просто комбинация противника гораздо сильнее, чем ваша. И тогда вы просто за 5 кристаллов обновите этого противника и нападете на следующего. А там, возможно, вам улыбнется удача. В итоге вы будете нападать на противника, формировать вашу команду и получать нужные сегивы. Ну, допустим, я поставил 4 героя могил и 1 героя людей. И получил вот именно такие сегивы. Внизу они указаны, какие мы будем получать. Поэтому вы должны правильно формировать команду под нужную вам награду. Но если, допустим, даже вы выбрали какую-то награду и у вас нету хорошо прокачанных героев, вы можете взять одного наемника. А как показывает практика, наемник вашего друга может позволить вам выиграть тот или иной бой. Поэтому берите наемников. И когда вы посмотрите это видео, тогда вы уже сразу поймете, кто из наемников вам поможет взять какую награду. Я стараюсь для вас. И сколько сегилов вы будете получать в течение 7 дней бесплатно? Смотрите, 5 героев в вашей команде. Умножаем на 6 попыток, это 30 сегилов ежедневно. 30 умножаем на 7, 210. 210 сегилов на халяву. Если, допустим, этих сегилов вам не хватает, или просто не хватает там небольшое количество сегилов, чтобы взять какого-то героя, тогда вы можете зайти в предложение и просто докупить. Ну, во-первых, заезжие купцы, но паки очень дорогие и не советую. Ну, а также купеческий корабль. От 75 рублей до 389. И, допустим, купили пак ежедневно один раз по 75 рублей, получили 10 фиолетовых шардов, сундуки на золото, вип-очки и 5 шкатулок на сегилы. 5 шкатулок, 5 сегилов. Какие вы выберете сами. Поставите галочку и нажмете ОК. Вот таким образом вы доберете не оставшиеся сегилы. Переходим в события и какие награды можно отсюда брать. Сначала идут герои, причем, смотрите, вот первые 5 героев, они стоят по 150 сегилов. А Таллин и Заурат стоят по 225. Соответственно, у вас 210 будет на руках и надо будет еще докупить 3 раза пак по 75 рублей. Но об этом чуть тоже позже поговорим. И первый герой это Белинда. Хороша на всех стадиях игры, можете, конечно, ее купить, но, еще раз призывая, подумайте, насколько профитно будет покупать одну копию героя, если вы играете без доната. Возможно, вы возьмете совсем другие награды. Но Белинда хороший маг, я ее использую постоянно везде и персоналку ей качают на плюс 20. Следующий герой это Варек. Варек хорошо заходит на фарм второго босса гильдии Сорена, а также хорошо себя проявляет на всех стадиях игры. И в башнях, и в королевской башне, и также на этапах главкомпании. Персоналку качают на плюс 30. Третий герой Сейрус. Он вообще относится, конечно же, к классу танков, как тот же самый Горво и Ульмус. Хотя Ульмус это гибридный танк. Вот, но эти танки во фракции Леза хороши только после 240 уровня. Объясню почему. Они прокачивают все навыки именно на 240 уровне. Вы прокачиваете Сейрусу персоналку на плюс 20, на плюс 30. И только тогда он начинает показывать хороший результат. Вначале лучше не качать. Тем более Сейруса, кстати, можно покупать откуда? С мистического лабиринта. Когда соберете уже Шенку, Тора, на всех остальных героев, можете собрать Сейруса. Но отсюда его покупать точно не стоит. Четвертый герой это Бадан. Хорошо заходит на фарм боссов. Кто-то играет, кстати, через него и проходит этап игла в кампании. Персоналку качают на плюс 10, на плюс 20. Но если вы перфекционист и богатый человек в этой игре, можете прокачать на плюс 30. Но я думаю, что этот герой все-таки для поздней игры. Но хотя не факт. Вот смотрите. У нас добавили сейчас в патче сегодня 1.33 огненного брута на территории гильдии. Где мы фармим демоническую Немору и ледяную Шенку, а также Кейна. И по сути, если вы будете ставить героев ближнего боя, вы будете урона наносить в разы больше. Под барьером огненного брута. И если, допустим, вам не хватает тоже одной копии для прокачки того же самого Бадана на белую рамку, почему бы ее, наверное, не взять? Кто знает, когда она упадет. Всякое бывает. У меня одна копия тази, не достающая, падала 3 месяца. 3 месяца, друзья. Поэтому тоже, как вариант, можно, конечно, взять одну копию героя. Потом идет Укун. И Укун, кстати, стоит 150. Вот это вот прикол вообще. И многие, кстати, донатеры, топовые игроки говорят, что Укун это больше ПВП-герой, а не ПВЕ. Но я все равно собираю Укуна на своем аккаунте, и думаю, что когда я его соберу, прокачаю, возможно, именно в связке с людьми он будет гораздо лучше именно в ПВЕ. Посмотрим, на что он будет способен. Потом идет Таллин. Таллин, конечно, это эталон и мечта любого героя в этой игре. Ее добавили. Конечно, она очень крутая, но собрать очень сложно. С призывов падает очень-очень редко, поэтому вытащить можно только в событиях или в астрономическом зале. И если хотите, то, конечно, Таллин тоже можете взять. Ну и потом идет наш замечательный Зоурат. Зоурат и Ортрус, они хороши только в более поздней игре, ближе к 30-й главе. Поэтому Зоурата я бы вообще даже не рассматривал. Сразу отпадает. Так же, как и Сейрус. Потом идут сундучки на шмот. И, кстати, вот эти сундучки вы сможете взять только в том случае, если вы прошли 21-ю главу. Но не надо себя тешить надеждами, что вы получите все эти шмотки. Из этого сундучка вы сможете получить только одну вещь. Поэтому сундучки сразу отпадают. Ну и если нужна какая-то шмотка, можете взять. А зачем, друзья, если дальше идут эмблемы для прокачки персональных артефактов? И, кстати, я хочу присмотреться к ним. А потом идут свитки для смены фракции. О них мы более подробно поговорим, так же, как и о эмблемах. И смотрите, я задумался, что взять. Или свитки, или эмблемы. И я посчитал, что если без доната у вас 210 сигилов, то вы сможете взять, ну, 10 или 11 раз эти сундучки. Потому что на одну покупку надо 18 сигилов. В итоге, да, ну, где-то около 10-11 раз я смогу купить. А, допустим, на прокачку моего фиреля мне не хватает около 150 эмблем, чтобы прокачать с плюс 27 до плюс 30. Но на плюс 30 фирель будет раздавать очень бодро. Но мне также нужны и свитки на смену фракции, чтобы поменять ему тапки. Потому что тапок у меня на лес очень много, а на могил вообще нет. И если будет здесь фулл сет и персоналка на плюс 30, то фирель будет жесток. Но персоналку качнуть на плюс 30 в разы труднее. В общем, я пока думаю, или все-таки свитки, или эмблемы на прокачку персонального артефакта. Ну а сколько мы можем взять вот этих свитков? Смотрите, стоит 36. 36 игилов. 18 плюс 18. Мы сможем купить 5 или 6 раз. Итого у вас на руках будет 30 свитков, если 6 раз. Ну а как показывает практика, уже когда вы дошли до 27-26 главы, шмота очень много, и он весь в разнобой. Разные фракции. И если у вас на руках будет 30, 35, 40 свитков, вы просто... Ну, я надеюсь, что вам рандом подкинет, и вы вытащите нужные фракции. И в итоге просто всех героев прокачаете и оденете ваш шмот. Это будет очень-очень круто. Поэтому, что вы возьмете, вы примете решение сами. Ну а дальше там остается просто золото. Да, остается золото. Смотрите, просто эмблемы меняете уже на золото, или, допустим, те же самые вот эти вот сундучки. Не обязательно их открывать, а просто можно поменять на золото. Ну вот эти вот награды, эмблемы и свитки, мне кажется, это самое профитное, что отсюда можно взять. И, кстати, когда вы будете менять фракцию, старайтесь менять так, чтобы, допустим, если у вас не хватает шапки на мага фракции людей и лесников, тогда вы меняете эту шапку, потому что есть вероятность, что выпадет или лес, или людишки. И тогда, возможно, вы получите нужную шмотку. Потому что, если, допустим, я решусь менять фирелю тапки, не факт, что с 5 или 10 прокрутов не упадут могилы. Это будет просто габелла вообще. Это просто будет невезение. Поэтому надо как-то более профитно использовать эти свитки, чтобы получить больше нужных шмоток. Вот такое вот событие. Я надеюсь, что оно вам зайдет, как его у нас запустят. Заодно получите укуна. Два раза сделайте репост какого-нибудь нового героя. Ну и также отсюда возьмете то, что вам надо. В общем, утраченные сидивы прикольные, но я пока не решил свитки или все-таки эмблемы для прокачки персонального артефакта. На этом, дорогие друзья, у меня все. Надеюсь, если видео вам было полезно, ставим лайки и оформляем подписку на мой канал. И пишем в комментариях, что вы думаете об этом. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok